Всем привет! Накопились у меня кое-какие покупки за последнее время. И давайте вместе их посмотрим. Начнем, наверное, с покупок на сайте Wildberries. Их больше всего. Привлекли меня достаточно приятные цены на бытовую химию от бренда Grass. Это наш российский производитель. Я уже много всего покупала, меня качество устраивает. В этот раз и цены показались достаточно неплохие. Я купила две бутылки чистящего геля для унитаза. Вам не видно. Давайте покажу. Здесь достаточно удобный носик, чтобы залить унитаз. Литр в каждой бутылке. И заплатила я за каждую 144 рубля. Хорошее чистящее средство. Давайте, кому важно, я попробую сфокусировать, показать состав или зачитаю. Здесь нет хлора. В качестве чистящего вещества, по-моему, у нас здесь выступает соляная кислота. То есть работать надо, конечно, в перчатках аккуратно. Но нету вот этого противного запаха хлорки, который я не выношу. Поэтому этим гелем нормально будет чистить. И также взяла тоже литровую бутылку. Это антизасор. Она стоила 139 рублей. Я буду использовать для профилактики засоров. Также на Вайлдберрис я купила крем-автозагар для лица и тела от белорусского производителя Белкосмикс. Называется он у нас Сантропе. И обещает ровный бронзовый цвет кожи. Приобрела я его за 350 рублей. По объему здесь объем не указан. Указан вес 150 грамм. В прошлом году я пользовалась таким автозагаром. Я использую его исключительно для ног. И он на ноги хорошо ложится. Конечно, надо обязательно перед этим, как следует, ножки поскрабировать, увлажнить. Тогда автозагар хорошо ложится. Его в течение нескольких дней наслаиваешь. Он приобретает нужный оттенок. Ну и потом остается его просто поддерживать. По качеству он меня устраивает. Одна продуктовая покупка у меня с сайта Вайлдберрис. Это вот такой у нас, отсвечивает немного, соевый соус слабосоленый. Он без глютена, натурального брожения, 150 миллилитров. Раньше я его покупала в гипермаркете Глобус, но там он что-то пропал. Думаю, посмотрю-ка я на Вайлдберрис. И приятно была удивлена не только его наличием, но и ценой 139 рублей. В Глобусе я покупала его гораздо дороже. Хороший слабосоленый соевый соус. Необходимая покупка. Сейчас сфокусирую, чтобы вы увидели, поняли, что это такое. Это вот такие крохотные малышки-заглушки для сережек. На самом деле мне нужна была всего одна пара. Но купить ее просто невозможно. Мне пришлось купить вот такой пакетик. Здесь 30 штук, то есть 15 пар. И стоил пакетик 74 рубля. Но что делать? Одну пару, к сожалению, приобрести невозможно. Будет у меня целый пакетик. Может быть потом еще понадобится. Так, что дальше? Заинтересовал меня спонж для макияжа. Мы его сейчас, конечно, с вами откроем и посмотрим. Несмотря на супербюджетную стоимость 85 рублей. На него были хорошие отзывы. Мне понравилось, что он идет без латекса. Состав у него гидрофильный, безлатексный полиуретан. Он был разных оттенков. Сейчас покажу, какой я себе выбрала. Так, распаковываем, смотрим. Называется у меня оттенок персиковый. Хотя, на мой взгляд, это скорее розовый оттенок. Ну, в общем-то, я выбрала такой достаточно светлый. Вы знаете, на ощупь приятный, немного жестковатый. Но в то же время мне нравится, что он упругий. Он не рыхлый. Сейчас вам ближе покажу, как он выглядит. Видите? Он мелкопористый. Мне нравятся именно мелкопористые спонжи. Крупнопористые я не люблю. Посмотрим, как он будет в действии. Конечно, надо будет его намочить. Он должен будет увеличиться в размере. И, соответственно, можно им наносить тональный крем, BB-крем. Ну, посмотрим. Так, следующая покупка с Wildberries. Наверное, она у нас последняя. Это, показываю кверх ногами. Бальзам-тинт для губ фруктовый поцелуй от российского производителя лаборатории Николь. Содержит экстракт клюквы, витамин Е, масло ШИ. Так, у меня идет тон-2. По-моему, он назывался розовый. Здесь 4,3 грамма. Стоил этот бальзам-тинт 116 рублей. Я почитала отзывы. Я знала, что это не бальзам-тинт. Что это просто бальзам, который дает такой легкий-легкий оттенок. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот таким образом выглядит этот бальзам. Видите, в центре такая красящая, наверное, серединка. Сейчас нанесем на губы. Я пока ничего не наносила. Я нанесу на руку. Хочу посмотреть, дает ли он действительно хоть какой-то оттенок. Ну, вот смотрите. Я довольно сильно поелозила бальзамом по руке. Видите, дает такой легкий-легкий отблеск. И совсем нежный розоватый оттенок. Вот так он выглядит. Я планирую его кинуть в рюкзак. И поскольку он не дает никакого яркого цвета, им можно будет, знаете, на ходу вот так провести по губам, если они подсохли и требуют питания, смягчения. Конечно, это не бальзам-тинт. Это просто бальзам. Или, я бы даже сказала, простая такая гигиеничка, но с небольшим цветом. Посмотрим потом, как будет в действии и на губах. Вот коробочка. Это у нас от бальзама. С Вайлдберрис мы с вами закончили. Переходим к небольшим совсем покупкам из магазина... Ой-ой-ой. Это уже следующие покупки падают. Из магазина Фикс Прайс. Обратила я внимание на гель для стирки деликатных и детских тканей. Меня именно привлекло, что можно стирать деликатные ткани. У меня есть такие летние блузки из очень тонких материалов, которым требуется деликатная стирка. Я подумала, что можно будет им стирать. Полтора литра. Цена 149 рублей бюджетно. По скидке по карте Фикс Прайс был ароматизатор Доре Ми в различных вариантах. Я взяла свой любимый лимон. Цена была 112 рублей. Он подходит к автоматическому освежителю Эйрвик. И именно этот лимон я покупаю уже далеко не первый раз. Действительно приятный лимонный аромат. Тоже мини-покупки у меня из магазина Улыбка Радуги. Во-первых, я обратила внимание... Я, кстати, делала заказ через приложение. В приложении были гораздо более выгодные цены, чем в магазине. Обратила я внимание на гель для душа от бренда Свобода. Во-первых, у меня никогда от Свободы геля не было. Мне просто стало интересно. А во-вторых, мне понравилось сочетание, что здесь у нас клубника и мелиса. Я подумала, должен быть очень-очень приятный аромат. К тому же меня привлек большой объем 430 мл. Я подумала, что, наверное, буду использовать как пену для ванны. Цена была 149 рублей. И вы знаете, когда я купила уже дома, потом протестировала аромат, я мелису не чувствую. Я чувствую сладкую клубнику. Вот знаете, такой запах, если вы свежую клубнику немного присыпите сахаром, оставите на какое-то время, клубника даст потом вот этот сладкий сок с сахаром. Вот примерно так пахнет этот гель для душа. Запах приятный, нехимозный. Я думаю, что буду использовать и как пену для ванны, и как гель для душа, потому что аромат мне очень понравился. Но это единственное, жалко, что, по крайней мере, пока я мелису не ощутила, может быть, как-то на коже этот гель по-другому раскроется. И заинтересовало меня средство, давайте покажу поближе, от российского бренда Valori, он представлен в Улыбке Радуги, очень много средств для волос и другой продукции. У меня есть уже один спрей с антистатическим эффектом, также он придает небольшой объем в оранжевом, таком же вот флакончике, но оранжевом. Он мне нравится, поэтому я подумала, почему бы не попробовать текстурирующий солевой спрей для объемной укладки пляжные локоны. Я не первый год покупаю себе летом именно какой-то солевой спрей, и на моих волосах эти спреи работают, но у меня волосы и так вьющиеся сами по себе. Сейчас у меня короткая стрижка, и волосы вьются достаточно сильно. Этот спрей позволяет действительно сделать красивую такую пляжную укладку. Но будет ли он работать на прямых волосах, вот это я вам сказать не могу, может быть и нет. Стоил он всего лишь 143 рубля, объем здесь у нас целых 200 миллилитров, мне хватит на все лет, еще, наверное, останется. Так, тоже совсем небольшие покупки у меня в магазине Магнит Косметик. Обратила я внимание, вот кот там бесится, на лаки Стардаст. Российский наш производитель, и все лаки очень интересные. Если вам видно, они такие дуохромы. Вам сейчас этот лак кажется синим или цветом морской волны, а я его вижу зеленоватым. У меня он нанесен на ногти, видите, на ногтях вы сейчас видите его зеленым. При другом освещении, ну, наверное, сейчас вам не получится показать, но при другом освещении лак кажется синим. Иногда он кажется цветом морской волны, иногда серо каким-то зеленым, то есть он меняет достаточно красивый оттенок. Лак, наверное, достаточно стойкий. У меня сегодня лак третий день. Обычно на третий день у меня уже есть сколы, и как-то лак начинает облизать с этим. Вот пока ничего не произошло. Оттенки в разную цену. Какие-то оттенки были по 200 рублей со скидкой, какие-то по полной цене за 300 рублей. Мой оттенок, скажу вам какой, оттенок 108, он стоил 200 рублей. Еще обратила внимание тоже на наш российский лак Nail Therapy. Он идет с кальцием, что тут еще для укрепления ногтей. Он стоил совсем прям бюджетно, всего лишь 60 рублей, но мне очень понравился оттенок. Видите, такой нежный какой-то, прям нежнятина-нижнятина, да? Иногда не хочется какого-то яркого цвета на ногтях. Вот я думаю, можно будет таким лаком воспользоваться, если действительно он еще какой-то укрепляющий, вообще будет отлично. Так, с покупками это все. Но я хочу оставить на предыдущей покупке отзывы, вернее, на одну покупку я оставлю отзывы. Еще хочу вам кое-что посоветовать на лето. Скраб для ног с пемзой от Кафе Мимим. Имбирь и бергамот. Я покупала в Глобусе. Здесь 110 миллилитров. Я покупала за 125 рублей. Это скраб с пемзой. И производитель пишет, что это именно скраб для стоп. То есть помассировать стопы. Ну, что я могу сказать? У скраба очень приятный аромат. Мне понравилась консистенция. Это такое густое желе. Я вам сейчас даже покажу и нанесу на руку. Вот, смотрите. Видите? Вот так, может быть, будет видно. Давайте на руку нанесу. Сфокусирую. Вот, видите, густое желе. О, как кот разорался. Надо будет ему потом уделить внимание. Я сейчас разнесу. Видите? Желе у нас разнесено по руке. Скрабинок вы практически не видите. Во-первых, они очень-очень мелкие. Да, здесь частички пемзы, но они так измельчены практически, знаете, вот в пыль. Иногда пишут скраб, не знаю, с абрикосовыми косточками. А вы начинаете пользоваться, там от косточек тоже такая только пыль. Вот здесь примерно то же самое. Частички мельчайшие. Ну вот, наверное, вам какие-то из них, да, видны сейчас. Мельчайшие частички. Их не очень много. Попробовала поскрабировать пятки. Ну, приятно, да, помазюкать этим желе по ногам. Но никакого эффекта нет совершенно. Попробовала нанести на нижнюю часть тела. Это ноги, бедра. Очень деликатное, очень нежное скрабирование. В общем, мой вердикт, это скорее нежный пилинг для всего тела. Такой деликатный, приятный, с приятным ароматом. Но на пятки наносить это совершенно бесполезно. Никакого эффекта, никакого действия не будет. Поэтому я собираюсь просто использовать на тело, на все тело, в качестве такого деликатного, приятного пилинга. Конечно, на все тело это хватит буквально, я думаю, на несколько раз. Но что поделаешь. Для пяток не советую. Что-нибудь другое лучше купить. И хочу вам посоветовать два отличных крема именно на лето, на теплое время года. Один у меня закончился буквально сегодня. Но не стала выкидывать, чтобы вам показать. Потому что пустые банки я больше не снимаю. И расскажу здесь. Это относительная новинка от российского производителя Waze, который представлен в магазине Улыбка Радуги. Там представлено два крема Superfood. Я расскажу вам именно о креме манго и авокадо. Аромат здесь действительно манго и авокадо. Он очень приятный. Он не химозный. Он нежный. И даже на какое-то время остается на коже рук. И совершенно не смотрите на надпись ультрапитания. Никакого питания здесь нет. Это легкий, приятный, нежный крем, который быстро впитывается и дает только увлажнение. На лето просто супер. И поскольку он у меня закончился, я открыла новый крем, который был в запасе. Но я его использую далеко не первый раз. Это не новинка. Этот крем для рук и ногтей с миндальным маслом и экстрактом лимона от бренда Свобода. Представлен во многих магазинах. Нормальная цена для него где-то до 60, ну максимум до 65 рублей. А если не сказал, этот стоил 79 без скидки. Но 15 числа можно со скидкой купить. Хотя на Вайлберис на зоне иногда я его вижу за 100-150, но это для него завышенная цена. А так, такой же приятный, легкий, увлажняющий крем на теплое время года, который быстро впитывается, который оставляет приятный такой тонкий лимонный аромат. В общем, на лето просто супер. Ну что, получилось у нас с вами какое-то такое покупочно-косметическое видео. Буду, наверное, на этом заканчивать. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Всем пока!